Моя жизнь принадлежит Орде! Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алексей, продолжаем Warcraft 3 ремастер на движке StarCraft 2. Вот такая вот хиробура у нас, следующее задание и поехали! Сегодня в задании нам уже будет доступна база, что не может не радовать. Мы можем строить побольше наших войск и пойдем освобождать наших братьев. Давайте я не буду заморачиваться, скипаем ролики и начинаем уже развитие нашей базы. Давайте побольше рабочих, есть смысл побольше на золото, то же самое, и потом можно бросить на дерево. Добываем дерево, построим нашу базу, создадим побольше войск и пойдем нахлобучивать Альянс. Сегодня задача достаточно простая, пойти на базу Альянса и освобождать наших парней, которых, собственно, Альянс похитил. На нашу базу ведет большой такой проход, но утыкан полностью вышками, поэтому ничего нам не угрожает. Ну и на базу противника в будущем будет вести мост, который пока еще не сделан. Вот, поэтому можно, по идее, не заморачиваться и нашими войсками, как можно ближе подойти к этому мосту. Собственно, противник начнет атаку именно с моста, ну и наши войска тоже пойдут в атаку с этого моста. Да, но для того, чтобы это сделать, нужно сперва построить определенные здания по заданию, да? Но давайте продолжать обмазываться побольше нашими войсками, нашими рабочими, исправно таскают золото. Готов служить! Готов служить! Есть смысл уже построить, наверное, даже не знаю, давайте хижину, но опять же, денег нет, дерева нету, ничего нету, как это часто бывает. Вначале у тебя глаза разбегаются, нужно построить здание, нужно построить войска, ни на чего не хватает, поэтому есть смысл просто ожидать, когда у тебя ресов станет, опять же, побольше. Да, готов строить! Все, брат, готов строить! Зажимаем shift и сразу отправляем на дерево, и вообще по заданию нужно также сделать лесопилку, определенно хорошая тема, наши рабочие не будут так далеко бегать, но опять же, денег нет, но вы держитесь, да? Продолжаем добывать побольше ресов, но наш отрал уже готов рваться в бой, вот, и, разумеется, мы это сегодня сделаем, провернем, пойдем нажухаем. Альянс тот же самый, хотя в будущем они заключат союз и будет все хорошо, но поначалу такие, нет, моя жизнь принадлежит Орде, нужно захлопать Альянс тот же самый. Давайте, ребята, побольше рабочих, и, ну, опять же, видишь, дерево не так актуально, потому что нам потребуется больше золота, милорд, нужно больше золота, у нас есть уже пару зданий, есть здания, которые позволяют воскрешать нашего отрала, но надеемся на лучшее, и будем рассчитывать на то, что его не пожамкают. Так иначе, наши рабочие продолжают добывать, лесопилка строится, поэтому уже можем делать, по идее, казарму, давайте от одного рабочего отправляем, вот, и сделаем казарму поближе к базе противника, тогда сможем строить войска, вот, и сразу посылать в атаку. Ну, и продолжаем на базе строить побольше хижин, чтобы увеличить наш лимит, и не было того же сэплай блока, ну, и лесопилка уже почти готова, можно сделать, пожалуй, улучшение, будем надеяться, что хотя бы первые улучшения будут доступны, и даже, а, подожди, давайте это больше, во, больше хижин отправляем, значит, на дерево, делаем, это казарма, я почему-то думал, это лесопилка. Лисопилка, Алёша. Вот. А лесопилка, оказывается, вот. Обалдеть. Немного я ошибся, но так иначе. Давайте продолжаем, продолжаем строить наше здание. Да уж. Ух, немного ошибся, серьёзно. Но так иначе наши войска уже начинают строиться. И давайте побольше наших... Не, рабочих уже не заказываем, потому что с деревом всё хорошо. Золото продолжают таскать. На золото больше народу нет смысла отправлять, потому что они будут тупить. И, в общем, ничего хорошего. Немного серьёзно я ошибся, заговорился и построил казармы. А давайте построим лесопилку, ага. Вот. Но так иначе. Наши войска продолжают строиться. Всё упирается в наше золото. И, в любом случае, лесопилку придётся по заданию строить. Ну, а наш Атрал ждёт уже, чтобы пойти в атаку. Можно, по идее, построить побольше защитных сооружений. Но я не вижу смысла заморачиваться. Я думаю, спокойно отобьём атаку противника и всё будет хорошо. Продолжаем, продолжаем строить наше здание. Во, готов строить. А чё надо? Чё делать? Давайте побольше хижин тех же самых. Ты нельзя строить. Ты нельзя строить, братан. Да моя жизнь принадлежит Орде. Ты чего? Во, вообще, по идее, можно сделать опару казарм. Но я не уверен, что мы сможем потянуть производство. Потому что у нас золото добывается с одной точки. И наши парни стоят очень дорого. Хотя, чёрт его знает. Возможно, можно было построить опару казарм. И херачить с двух казарм наши войска. Чтобы пойти в атаку. Ну, а так иначе, мы уже почти готовы. Наши парни уже начинают строиться. Такие, о, я рубака с топором всех пожухаю. И по заданию нужно сделать опять штук. Тогда можем уже пойти в атаку. Давайте это делать атака-защита. Я очень рад, что у нас есть улучшения. Вот. И наши парни будут раздавать на раз-два. А, лесопилка готова. Казармы готовы. Поэтому нам остаётся только построить побольше наших парней. И уже можно будет пойти в атаку. Давайте так и выйти. Сделаем дополнительные казармы. Но, опять же, денег нет. Но вы держитесь. Как это часто бывает. Наши войска продолжают строиться. И бежать с базы через всю Ивановскую. Разумеется, нужно казармы построить поближе. Тогда сможем нашим войска делать такое дотекание в сражение. Не заморачиваясь. Но, так иначе, наши парни уже бежут. Вот. Займёмся этим. Остаётся построить ещё одного парня. И уже можно будет пойти в атаку. Во! Во! Неужели? Альянс восстанавливает мост. И хочет пойти на нашу базу в атаку. Но мы уже к этому готовы. Тралл наши войска. И даже есть пару вышек. Так что спокойно с ними разберёмся. И по заданию нужно спасти, опять же, наших парней. Убить войска Альянса. Давайте это не будем заморачиваться. Отвоем наши войска. И, собственно, стараемся сдюжить, выжить. В этом плане всё хорошо. Давайте его поджаривать. Во! И, разумеется, не отдавать наши войска на ровном месте. Можно отводить. И подконтролировать, да? Чтобы, опять же, не дамажили наших парней. Во! Братан, давай. Живи, живи, живи. Во! Давай. Займёмся этим. Поджариваем. Хе-хе-хе. Фух, неужели? Повышаем уровень. И можем прокачать даже волков, которые... А я не помню. Они просто, по-моему, дамажат. Давайте, почему нет. И надеемся, что они не на время. Но так иначе. Давайте, ребята, разберёмся с нашими зданиями. Значит, давайте забиндим. И делаем побольше наших парней. Во! Во! Уже можно, по идее, не заморачиваться. Давайте, а-то, пойдём в атаку. И пока пожухаем здание противника. Ну, и параллельно продолжаем строить наши войска. Вот. Наши парни продолжают строиться. Но, опять же, всё упирается в золото, которого постоянно не хватает. Хе-хе. Фух. Давай-давай уже. Во! Казармы уже почти готовы. Во! Неужели? Заказываем побольше парней. И давайте уже продвигаться. Локация, по идее, не очень большая. Вот. Шаг влево, шаг вправо. Особо не побегаешь. Поэтому... Давай, моя жизнь принадлежит арган. Хе-хе. Здания людей, я думаю, что нет смысла херачить. Ну, вот. Но, опять же, возможно, попадётся что-то хорошее. Но, не хочу заморачиваться. Поэтому, давайте побольше наших войск. И продолжаем жамкать здание Альянса. Разумеется, он тут понастроил разные заборы. Но, когда это нас останавливало, да? О, неужели? В атаку, парни! Рок на рок! Рок на рок покажем металл и хардкор панк. Панк-рок. Че не сум? Но, так иначе. Продвигаемся дальше. Есть небольшие обанпосты. Но наши парни с этим спокойно разберутся. Я даже особо не заморачиваюсь. И можно продвигаться... О, здорово, парни, здорово! Получаем дополнительные войска. Не можете радовать. У нас уже большой отряд. И что приятно, у нас, видите, ребята, если в Варкрафте там 8, а то и, не знаю, там 12 юнитов, то здесь, как в Старкрафте, можно брать большую толпу и даже не заморачиваться. Нам уже дают магов. Обалдеть! И, что примечательно, ребята, мы с вами подбирали разные банки в пошлом задании. И они также сохраняются у нашего персонажа. То есть, получается, есть смысл оббегивать локацию полностью, да, и подбирать разные полезные вещи. Давайте продолжаем нанимать и... Разумеется, противник ничего не может сделать. Ну, а мы на шару бежим дальше. Такие, аааа, мы брутальные парни с топорами. На, получай альянс. Ага. И, похоже, после убийства мы также получаем дополнительные войска. Не можете радовать. У нас уже большая банда. Вот. И давайте двигаться дальше. Разумеется, альянс окопался, но... Спокойно нашими войсками разбираемся и даже не заморачиваемся. И эти, ребята, даже не подконтроливаю, потому что такая большая толпа. Можно даже не париться и просто идти через атаку, убивая все и вся. Давайте, парни, альянс поганый, я бежу. Мы уже добираемся до следующей контрольной точки. Я не знаю, даже, похоже, это уже финалочка, да. И наше задание уже заканчивается. Давайте добежим отралом и... Давай. Ааа, победа. Серьезно. Уже, похоже, больше никого не остается, поэтому давайте добиваем. И победа будет, опять же, за нами. О, гром задира. Альянсу, похоже, ничего не остается, кроме как сваливать. Но так иначе это видео уже заканчивается. И давайте прощаться уже до следующего. Надеюсь, наши парни спокойно разберутся с альянсом. Ну, а в итоге подружатся и будут противостоять тем же самым демонам. Так иначе, что будет дальше, узнаем уже в следующем видео. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.